Мир вам, дорогая Церковь! Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я бы хотел передать сердечный христианский привет из церкви города Риги. Откровение. Знаете, нам очень приятно находиться в Доме Божьем, находясь в другой стране, видеть народ, который также обращается к Богу, также молится Богу, видеть здесь тех, которые горят для Него, которые служат Ему. И еще очень приятно, что куда бы мы ни приехали, везде нас окружают братья, сестры, возлюбленные. И Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Знаете, я бы хотел сегодня вкратце порассуждать на такую тему, как раз о христианах. И тема моей проповеди, я ее назвал «Добрый христианин». И вначале я бы хотел прочитать нам всем знакомое местописание. Я думаю, мы его все знаем, мы его часто читали, читаем. И знаем все наизусть, но я бы хотел напомнить, немножко порассуждать о нем. Это от Луки, 10 глава, 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, сказал «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей, всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу «Кто мой ближний?» На это, сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. Подойдя, перевязал ему праны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему «Подзаботься о нем. Если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшимся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему «Иди, и ты поступай так же». Знакомая история, знакомая картина. Христос, Он очень интересно, такие, может быть, простые вещи, понятные нам, но порой и в то же самое время непонятные. Он объяснял историями. Он объяснял притчами. И когда ты читаешь притчу, ты уже конкретно понимаешь, о чем идет речь. Но я бы хотел перевести эту историю в наши с вами дни. Знаете, мы когда читаем там «Самарианин», «Священник левит», это как-то так проходит, может быть, мимо нас, нас не касается. И порой мы читаем эту историю как историю, и как бы, ну и все, прочитали, и думаем, да, это было когда-то, это было для них актуально. Но я бы хотел предложить нам проиллюстрировать эту историю в наши дни. Мы знаем, что этот человек шел, он был из народа Израилева. Мы можем предположить похожую ситуацию, нарисовать иллюстрацию, что представим, что ехал в церковь, может быть, он ехал в церковь по пути утром, и не обязательно, что на него напали разбойники, но предположим, что вот такая же ситуация, человек ехал, и у него просто лопнуло колесо. Он едет на служение, но следом, через какое-то время по этой же дороге едет священник. И знаете, священник, мы видим, читаем здесь, он написано, прошел мимо. Я думаю, он заметил 100% этого колосного колеса, но у него мысли какие были. Я священник, я должен быть заранее в Доме Божьем, как я это и опоздаю, как это собрание начнется без меня. То есть он себя снимает ответственность, он идет в Дом Божий, его ждут жертвы, его ждет служение Божие, которое важное, а тут что колесо лопнутое, разберется сам. Едет дальше. Следом идет или едет левит, важный, возможно, даже главный из левитов, регент. И он думает точно так же, как это я могу сейчас заниматься вот этим. Я еду на дело Божие, я иду помогать, я иду в храм, я буду петь, это важно, это нужно. Следом идет самарянин. Едет мирской человек, который не знает даже, не знает Бога, он не едет в церковь, но он останавливается, помогает. И не просто помогает, а предлагает какое-то определенное усердие, тратит финансово. И знаете, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами, услышав, может быть, такой пример, порассуждали. Моя как бы тема – это добрый христианин. И я таких три момента в жизни христиан хотел подчеркнуть, чтобы мы порассуждать над ними. Первое – это момент, это доброта, которая как христианина должна быть, это доброта в народе Божьем. Знаете, мы порою, являясь христианами, мы забываем о том, что мы не просто должны называться, а быть детьми Божьими. И те принципы, которые оставил Господь, да, есть важное, есть важное служение, есть важное, что ты должен трудиться для Него, но при всем при этом ты должен оставаться добрым человеком, добрым христианином. Я бы хотел задать вопрос себе, каждому из вас. Знаете, мы в последнее время живем в такое время, что все, вот я здесь приехал, такое слово слышу часто, все очень busy, да, все очень заняты, у всех много распланированной недели, у всех много встреч, много всего, много запланированного. Но вот во всей этой суете я бы хотел задать вопрос, сейчас порассуждаем о народе Божьем. Являемся ли мы в народе Божьем этими добрыми людьми? Когда мы в последний раз приглашали кого-либо в гости, знаете, поучаствовать финансово в каком-то служении порой намного легче, порой намного проще. Кто-то там строится или что-то делает, и тебе отдать финансы ты отдал и забыл. А когда ты в последний раз прилагал настоящее усердие как христианин, когда ты в последний раз звал кого-то в гости, пригласить в ресторан тоже легко, но кого-то позвать домой, ты должен убраться, должен потратить время, сходить в магазин, сготовить и позвать кого-то к себе, то есть оказать, приложить старания. Знаете, порою, к сожалению, приходит суета, и христиане, они перестают быть этими добрыми людьми, они начинают в народе Божьем жить каждый для себя, и порой вот эта иллюстрация, которую я привел, такое есть. Едут на собрания, все боятся опоздать, и даже не замечают того, у кого колесо лопнуло, не замечают того ближнего, которому нужно оказать помощь. Это один момент, это серьезный момент, это важный момент. Мы должны помнить о том, что, знаете, людям вокруг, в церкви особенно, в церкви, особенно в миру, где, в миру вообще окружающим, им наша святость не нужна, им нужна наша доброта. Знаете, мы никогда не приобретем людей тем, что я вот такой святой, я не должен опоздать, я должен быть вовремя, а мимо какой-то нужды, мимо какой-то реальной помощи ты проходишь мимо. И знаете, Господь, Он очень сильно в этом месте обращает внимание на то, что человек задает вопрос, кажется, я когда вот читал, такие мысли приходят, что ничего вообще связанного нет с его вопросом и ответом Иисуса Христа. Помним, если начало прочитаем, что Он говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную, а Христос начинает говорить совершенно, может быть, как нам может с первого взгляда показаться о других каких-то вещах, Он говорит о добрых делах, но на самом деле это все очень сильно взаимосвязано. Следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание и задать вопрос себе, задать вопрос, попросил бы каждого из вас задать себе, знаете, следующая сфера жизни, где мы очень много проводим времени, это наша семья. Мы являемся многими христианами, мы являемся многими святыми людьми, но я бы хотел, чтобы мы задали вопрос себе, а может быть, пришли домой, задали вопрос детям, являемся ли мы добрыми, добрыми отцами, добрыми матерями. Или мы такие святые, мы пришли, мы дали всем перцу, мы пришли, отец пришел, гроза пришла, знаете, дети попрятались. Или когда отец приходит, его встречают с объятиями и пришел и принес свет, знаете, как солнце взошло, пришло тепло, или этого нет уже, или это утеряно. Но отец, может быть, выходит на проповедь, проповедует, он такой молодец, он такой святой с виду, да, а жизни этой нету. Знаете, это на самом деле очень-очень серьезный призыв проверить, являемся ли мы этими добрыми христианами, живет ли в нас Христос на самом деле. Если Он в нас поселился, мы должны быть этим светом, мы должны нести эту любовь и в первую очередь в нашем доме проверять, а являюсь ли я христианином, придя домой, приходя домой, или, например, уезжая в поездку, дети больше радуются, что я уехал, или радуются, когда я приехал? Это очень серьезный вопрос. Пусть Господь поможет нам проверять себя. Может быть, уже мы давно, придя домой, приходит, как гроза пришла, знаете, как буря, и все только радуются и ждут, когда папа уйдет на работу, или ждут, когда мама уже куда-то уедет, потому что все время ворчит, все время недовольная чем-то. И знаете, это очень серьезно, и Господь, Он обращает в этом стихе, если ты хочешь наследовать жизнь вечную, что пользуешься, что ты будешь святым, просто вот так вот святость для чего-то. Нет, Он призывает помимо этого к каким-то действиям, мы должны быть святыми. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Но помимо святости, да, есть какие-то практические жизни. Вот в практической жизни, знаете, к сожалению, к сожалению, часто так бывает, что мы хромаем. Мы вроде бы в каких-то определенных аспектах жизни, мы успешные, мы как христиане, ты не придерешься ни к чему, ты всегда вовремя, ты такой вот хороший, и с виду ты улыбаешься всем. А вот этой искренности, искренней доброты, ее, может быть, уже давно нету. И следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание, третий пункт, это где наша доброта должна проявляться, это доброта в обществе, где мы живем. Знаете, один проповедник сказал, я проповедую 24 часа в сутки, а иногда словами. И знаете, это истина, которая должна быть в нашей жизни. Мы должны проповедовать людям 24 часа в сутки, а только иногда словами. Наши слова, они могут говорить об одном, а дела говорить о другом. Но когда ты делом доказываешь, когда ты делом оказываешь пример, находясь на работе, находясь на учебе, находясь в каком-то, каком-либо месте, и когда ты реально являешься этим добротой, когда ты, знаете, пришел в какой-то, вот есть такие люди, я знаю, у каждого есть такие примеры. Когда вот заходит человек, и с ним вот он пришел, он сказал, мир вам, и он принес этот мир. Он принес тепло, он принес доброту, и он людей вокруг, он собирает, он людей вокруг, он приносит мир. с Ним не приходят какие-то сплетни, с Ним не приходят какие-то, знаете, осуждения, но когда Он приходит, приходит мир, приходит доброта, и этой добротой ее можно почувствовать даже, она, знаете, веет в воздухе. И пусть мы помним об этом, что самая лучшая проповедь – это не то, когда мы много скажем, а то, когда мы покажем. И я прочитаю от Иоанна с 13 главы, с 34 стиха. Христос говорит, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Мы видим, что Господь, Он обращает наши с вами на такую мысль дает нам, что заповедь новую даю вам, и дальше мне очень понравился вот этот 35 стих, потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Знаете, мы должны иметь любовь между собой. Что толку, если, к примеру, ты идешь, проповедуешь, ты оказываешь любовь в какой-то, может, другой стране, трудишься, а у тебя нет этой любви между собой. Если нет этой любви в семье, если нет этой любви, может быть, к окружающим. Знаете, самая большая проповедь написана, «Узнает все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Пусть Господь поможет нам проверять себя. Может быть, пересмотреть и вспомнить. Может быть, я за год на самом деле никого даже в гости не пригласил, никого не сходил, посетил, никому не оказал какого-то доброго дела. Вот сейчас такое время, знаете, и оно у нас точно такое же, что я помню лично, когда мы лет 15 назад строили дом наш, к нам приезжали из другого города по 18 человек, братьев, на два дня оставляли семьи, оставляли дома и просто строили дом. Безвозмездно. Приехали, помогли, уехали. А сейчас такое прошло короткое время. Сейчас, когда тебе кто-то пришел помочь, ты уже думаешь, «Так, насколько мне нужно ему дать?» Как бы ты все равно предполагаешь. Или ты идешь кому-то помогать, а задняя мысль тебе подсказывает, «А интересно, даст он мне что-то или нет?» И люди разучились делать добро. Разучились делать добро друг другу. Но Слово Божие призывает, чтобы мы имели любовь между собой. И в конце я прочитаю такое место. Это всем нам знакомое. Это от Иакова. С 2 главы, с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Если брат или сестра Анаги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, «Идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы?» Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? Исполнилось слово Писания, веровала Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верует только. Подобно Ираав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И этими словами я бы хотел закончить проповедь и призвать всех нас к тому, чтобы, знаете, мы проверяли себя, может быть, мы уже 20 лет, 30 лет являемся христианами, и уже давно, знаете, такой вот засохший христианин, который вроде молится, он такой праведный, он замечает всех вокруг, какие все плохие, он видит всех недостатки, а от него давно уже не веет теплом и любовью. Мы вот буквально перед поездкой находились на похоронах, умерла моя бабушка, и знаете, она была таким человеком, что у нас в церкви есть другая бабушка, у нее тоже много внуков, и она говорит, меня внуки даже не любят мои. Она говорит, почему так? А моя бабушка говорит, знаешь, а я всех люблю, и меня любят. И пусть Господь поможет нам не ждать от других какого-то, что тебе окажут первое внимание, что тебе кто-то подойдет, не ждать, знаете, не приходить и говорить, что вот я живу уже много лет, и меня никто не позвал в гости, а нам первым оказывать внимание, первым оказывать любовь, любить друг друга, чтобы Божья христианская атмосфера, она царила в наших домах, в наших сердцах, и да будет у Господь прославлен. Аминь.